28? Да, 28 лет в тайге. Шо непонятно. Часть 14 у нас сегодня, ребята. Две недели тундыкаем тут, куткулахкаем. Вот так вот. На сегодня, ребята, часть 14. Не забывайте ставить ваши нравлица. Это ваше самое лучшее спасибо. Спасибо вам. А на сегодня часть 14. Поехали. И вот, после короткого отдыха, Семен начал пробираться по скалам, стараясь не упускать из виду течение реки. Вдруг она пожертвует хоть чем-нибудь из украденного имущества. И кое-что он все-таки нашел. Астахов сначала не обратил внимания на большой пологий камень прямо посредине реки. Но когда там зашевелилось что-то, что-то живое, он присмотрелся и радостно вскрикнул. «Найка!» Собака сразу же ответила на знакомый голос утробным воем с жалобным подвыванием. Лайка прям металась по камню, но явно боялась снова входить в эту воду. Семен взглянул вперед и понял, что положение Найки почти безвыходное. Метрах в трехстах ниже по течению среди бушующей воды торчал целый частокол камней. Астахову очень не хотелось третий раз за день рисковать своей жизнью. Но, оставив наверху карабин и также куртку, Семен упрямо полез вниз. Он спустился уже метров на десять, когда камень, на который Астахов поставил ноги, он вдруг поддался и с грохотом обрушился вниз. В последнее мгновение Семен успел ухватиться руками за небольшой выступ и повис над бездной. Некоторое время он слушал, как внизу с шумом и плеском камни обвала падают в воду. Затем сосредоточился, чуть успокоил дыхание и попробовал подтянуться. С первой попытки это ему не удалось. Слишком высоко оказался край другой, более обширной площадки. И снова страх колыхнулся под сердцем, отозвавшись панической судорогой в руках и дорожкой крупных мурашек, аж от пяток, коленем. Спокойно. Спокойно. Процедил сквозь зубы Семен, уговаривая сам себя. Руки начали уже уставать. И он понял, что у него теперь осталась только одна, единственная попытка. И он так и выбрался из этой ловушки. Но теперь ему казалось, что сил у него не осталось и вовсе. Где-то с полчаса он так и лежал на камнях, чувствуя, как в области солнечного сплетения предательски вибрирует. Какая-то последняя жилка, миновавшего страха. После этого он упрямо начал искать новое место для спуска. удалось это ему сделать только метрах в пятидесяти вниз по течению от камня, на котором маялась лайка. Найка! Найка! Спокойно! Позвал ее Астахов. Заслышав знакомый голос, та взвизнула ему в ответ и еще сильней заметалась по своей каменной ловушке на своем необитаемом острове. Давай, Найка! Давай! Ко мне! Ко мне, Найка! Семен уже кричал во все горло, но крутившаяся волочком собака никак не решалась снова отдаться на предательскую волю волн. Ко мне, Найка! Вперед! Мот! Мот! По-евенкийски подбодрил ее охотник. И только после этого, после этого Мот! Мот! Найка бросилась в воду. Она из-за всех сил работала лапами, как теми веслами. Но вскоре Семен понял, что собаку проносит мимо, мимо него. Тогда он сам, не раздумывая, бросился в реку и поплыл на перерез. Ему удалось перехватить лайку, и, обхватив ее за шею левой рукой, Астахов начал выгребать понемногу к берегу. Их неизбежно сносило вниз, и охотник все ясней слышал угрожающий гул приближающихся порогов. Он плыл уже из последних сил, выгребая за счет упрямства и своей воли. Из-за каких-то тридцать метров от камней, черневших среди белой пены, неистующей стихии, Астахову так и удалось выбраться на небольшой кусок более пологого берега. Это последнее напряжение сил лишило его сознания. земля подкосилась и он упал. Когда Семен понемногу пришел в себя, то почувствовал, как лайка, лайка лижет его своим шершавым языком. Отстань, дура, отстань! пробормоталон, уворачиваясь от собачьей благодарности. Да чистый я, чистый! Сегодня уже три раза купались. Последнее купание Астахова имело лишь только одно преимущество. Гигантский обвал, соорудивший этот порог, невольно сделал склон более пологим и удобным для подъема наверх. И они без труда поднялись на скалы и вернулись к оставленным Семеном вещам. И только лишь теперь Астахов подвел итоги, итоги крушения своего таежного Титаника. Они лишились рюкзака с запасами продовольствия и остались без муки тебе, без мяса, без чая, соли и сахара. Исчезли также в пучине вот оба котелка, полок, топор, но больше всего Семену было жалко большого запаса патронов. В карманах куртки он нашел всего десять штук. Всего-то. По извечному таежному правилу Астахов хранил спички в разных местах. И один каравок у него все-таки сохранился. Вывернув все карманы, Семен нашел еще три рыболовных крючка и катушку лески Микада, в свое время позаимствованную им из богатейших запасов Золотова. За всеми этими бубновыми хлопотами они не успели вовремя спуститься в долину. И так же как Золотову с компаньонами Астахову пришлось заночевать в мокрой одежде без костра. Укрывшись от постоянного ветра за выступом скалы, охотник притянул поближе к себе лайку. Ничего, Найка, ничего, подбозрил он ни то собаку, ни то самого себя. Ничего, ничего, прорвемся. Не из таких ситуаций выкручивались. Да? С тобою. А она только вау, вау, и все. Решено. Глава 33. Альпинистка моя гуттаперчевая. И почему-то взято в кавычки. Утром команда Золотова поднялась очень рано. Северная ночь не располагала к книге и блаженству. Температура опускалась очень сильно, изо рта даже валил пар. И именно холод они присмиревшие комары подняли путников. Холодрыка какая-то, а? Лето ж ведь, июнь ж ж, удивлялся ежившийся от холода золотов. Он покосился на поднявшегося с пол лодки полковника, но тот молчал. Степаныч в это время решал две загадки. Почему после вчерашней ссоры его не придушили во сне? И говорит ли Золотову про свою вчерашню встречу со своим старым знакомым? И чё я вчера ничего ему не рассказал про Астахова? Теперь он тем более спустится на меня. Ох, спустится! А хотя а чё я так переживаю, а? Вчера он меня отлаял? Намекнул, что может же как зыбуном? А? Намекнул-то? Ах, хрен с ним! Что будет, то будет! Золотов же в это утро поднялся в удивительно прекраснейшем настроении. Быстро разогревшись интенсивной разминкой, он повеселел и, осмотревшись по сторонам, весело заметил. А? Какое утречко! Красотища! Солнце, воздух, мацион! Сдохнет даже чемпион! Паша утробным хруканем отозвался на стихотворный экспромт хозяина. Оценил шутку. Степан же выглядел очень и очень даже мрачным. Жрать охота! Жилье бы какое встретить, а? А то мы сейчас даже если и подстрелим, что есть, все равно есть не сможем. Если только по методу Семена не займемся каннибализмом. нет, Степаныч, это нам не грозит. Старую козлятину я не ем. Да и тебя поди, и вареного-то не прожуешь. Да? Паша снова ухрукнул. А Золотов вроде бы даже не обратил внимания на обиженное лицо полковника. Тоже мне козел! Ну что ж, как пройдем вдоль берега? М? Или попробуем срезать? Спросил он, показывая рукой в низину. Степаныч и Паша уставились на зеленую покрывало тайги. Полковник высказался первым. А какая разница? Я и по тайге сейчас бы прошелся. Меня уже тошнит от этих ваших скал и этой чертовой речки. но Паша высказался совершенно в противоположном мнении. Он ткнул пальцем Степана, а затем в сторону тайги и, сделав круговое движение рукой, выразительно замычал и, как рубанет рукой куда-то в сторону Антарктиды. И это было настолько забавно, что Золотов действительно расхохотался. А полковник в ответ выдал короткую матершинную очередь. Тра-та-та-та-та! Ладно, пошли к реке, решил Золотов, улыбаясь. Пешкодралом мы до Нового года будем здесь шарашиться. И Пашенька быстренько разыскал в подлеске и выломал аж три шеста одним махом, а затем они двинулись к скалам. Примерно через час команда Золотова вышли к реке, чуть ниже того места, где Степаныч обстреливал Астахова. Все это время полковник шел, не снимая пальца с курка и очень нервно оглядываясь по сторонам. Золотова несколько удивляло такое поведение своего телохранителя, но задавать вопросы он как-то опасался. Последнее время бывший артиллерист казался обнаженным куском нервов, и каждое невинное замечание воспринимал все в штыки. Река по-прежнему просматривалась максимум на полкилометра. Дальше ее течение скрывал поворот. «Ну вот, тут вроде бы потише будет», сказал Золотов, показывая рукой на тот самый остров, спасший в свое время Астахова. «Но здесь же никак не спустишься», возражал полковник. «А с каких это пор ты стал бояться высоты, м?» усмехнулся финансист. И сделал он это очень даже зря. «Я боюсь! А вот хрен тебе, товарищ миллионер! Старый корректировщик ни хрена не боится! Артиллерист аж взорвался, как бомба бомбахнула! И, перекинув за спину ружье, начал спускаться вниз. В одном месте он чуть было не оборвался, опытнейший альпинист, артиллерист, но удержался и, оказавшись на небольшой отмыле, издевательски помахал остальным спутником рукой. «На, давайте! Теперь ваша очередь! Слабо?» Финансист уже давным-давно пожалел, что подначил этого полковника. Но делать было нечего. И он, матерясь в глубине души, а потом и вслух, также полез вниз по скалам. Природная физическая сила и тренированность помогли ему и здесь. И вскоре он уже стоял внизу, прямо рядом с полковником, и наблюдал, как медленно и неуклюже спускается по тому же пути немой шофер. Теперь они обои махали ему ручкою. «О, новый аттракцион! Ха-ха! Человек-паук! Ха-ха-ха! Спидер-мен ты!» съязвил Степаныч. «С этой лодкой на спине он вообще как тот вылитый тарантил!» До подножия оставалось совсем немного, метра три, когда небольшой выступ, благополучно выдержавший и Золотова, и Степаныча, просто развалился, рассыпался под ногой 120-килограммового гиганта, отягощенного еще и лодкой сверху. За пару секунд Паше все-таки удалось зацепиться руками. Ну и эта его опора, не выдержав тяжести, буквально рассыпалась под его пальцами. И, шарахав внушився в сторону от этого камнепада, оба попутчика Паше уже сбоку наблюдали грузное падение тела великана. Приземлился он на удивление на ноги, но тяжелая лодка перевесила, и, не устояв, Паша с плеском обрушился в воду. Бросившиеся на помощь Золотов и полковник помогли гиганту снова выбраться на берег. Мокрый, злой, он сходу как замахнется громаднейшим своим кулаком прямо на Степаныча. Ты чего, обурил, что ли, возмутился тот. Но Паша ткнул пальцем вверх, а затем на него. Подумаешь, ну и что, ты же сам не хотел идти тайгой, попер к реке, а теперь и кувыркайся, и даже рассмеялся Степаныч. Хватит вам собачиться, давайте лучше лодку накачивать, прервал их спор Золотов. Уже по ходу этого надоевшего всем дела финансист обратил внимание, что Паша отошедший в сторону по малой нужде слегка что-то прихрамывает что-ли. А ты чего это? Чего это ты шкандыбаешь? спросил он шофера. И тот только ткнул пальцем в колено. А ну-ка, засучи штанину, велел финансист. Внешне колено выглядело нормально. Ничуть не больше другой. Хм, сильно болит, поинтересовался Степаныч. Паша скривился в раздумьях, а потом отрицательно покачал головой. Ну и ладно, с облегчением вздохнул Золотов. И вот через полчаса они отплыли, а буквально через 500 метров за первым же поворотом снова выбрались на берег. Остановили их те же самые пороги, так явно угрожавшие Астахову и Найке. Осмотрев новое препятствие, Золотов только покрутил головой. Хе, приплыли, мать твою! Фу ты! Сплюнув, вырвался Степаныч. Недолгим было плаванье. Ладно, сдувать лодку не будем, здесь ее вытащить можно, а там попробуем снова спустить к реке, решил финансист. Они поднимались наверх, неся лодку и не подозревая даже о том, что кто-то пристально наблюдает за всеми их действиями. Каждый шаг их видит. Глава 34 Прощай, Титаник! Астаха в этот день также не занежился в своей каменной постели, а поднялся с первыми же лучами солнца. К его удивлению, он не обнаружил рядом с собой Найки. Не было ее. И пару раз он даже крикнул на собаку, но та так и не появилась. Даже не отозвалась. Найка! Найка! Так куда девалась эта глупая псина? Бормотал Семен, пробираясь вдоль берега и время от времени крича свою лайку. Но увы, собака так и не отозвалась. После некоторого раздумья охотник остановился на трех вариантах решения этой загадки. или лайка в темноте отошла в сторону и сорвалась со скалы в пропасть, или ее похитил злой дух Харги. Либо просто у нее началась течка, и старая блудница убежала в тайгу, почувствовав запах одинокого волка. Да, именно так. Потому что такое с ней не раз уже бывало. По крайней мере, три сына Найки, бегавшие по стойбищу, отличались от волков только загнутыми наподобие баранки хвостами. Да и только. Но исчезновение собаки все-таки огорчило Астахова. Ведь надо было идти, идти дальше, искать золотого, а тут на тебе такая незадача. Шо же стоп-кран. И после короткого раздумья Семен решил остаться пока на месте. Спустившись к реке как раз за теми же самыми порогами, охотник привязал к найденной палке солидный кусок лески и долго колдовал еще с крючком, обвязав нитками пару небольших перышек кедровки вместе с клочком собственных волос. Место для рыбалки он увидел издалека. На небольшой отмеле в полукилометре от порогов громоздился грандиознейший залом. Семен знал, что Хариус очень любит стоять именно в таких подобных местах. Среди жуткого переплетения выброшенных на отмель и побелевших от времени словно обглоданные водой сотни обтесанных до состояния бровен деревьев, Астахов с удивлением увидел и несколько бревен своего собственного плота. И это заставило его внимательным образом присмотреться к созданной рекой Баррикаде. К его радости среди небольших веток, кусков коры и прочего мусора недалеко от берега на волнах качался его небольшой армейский котелок, тот, что чаще всего он использовал для чая. Герметичная крышка не дала ему заполниться водой, а растопыренные ветки, смытые где-то в верховьях лиственницы, не позволили ему уплыть к ледовитому океану. И довольный Семен осторожно пробрался как можно ближе и подцепил котелок за ручку длинной палкой и вытащил его из воды. Даже столь небольшой подарок, подарок реки, он воспринял с большой, с огромнейшей радостью. Не обнаружив среди плавящего мусора ничего более пригодного для его существования, Астахов выбрался на берег и забросил тут же рядом свою нехитрую снасть. Искусственная мушка работала более чем удачно. Выловив за 20 минут 8 хариусов, Семен с трудом остановился в разогревшемся рыбацком азарте и тут же рядом с заломом развел костер. Поджарив на прутьях рыбу, Семен сразу же половину съел, а остальное положил в котелок, не забыв и оставшиеся после завтрака головы. Это специально для найки. Так что к поискам собаки охотник приступил в бодром состоянии и с полным желудком. Но найки он так и не нашел. Зато наткнулся на своих давних знакомых. Астахов беспечно прыгал с камня на камень, оглядывая окрестности и время от времени крича лайку по имени. Неожиданно он услышал голоса и еле успел укрыться за большой камень. Они разошли всего лишь каких-то десяти метрах. Семен даже слышал тяжелое с присвистом дыхание Паши, как трактер идет и хруст камней под кованными подошвами армейских сапог. После этого он пошел вслед за Золотовым и его компанией. Хм! Всего трое? Удивился Семен, издалека рассматривая своих бывших компаньонов. Одного они скинули со скалы. Кажется, это был Василий. Хм! Но куда же подевался доктор? Странно. И вот когда вся троица не очень удачно спустилась вниз и начала накачивать лодку, Астахов тронулся в путь вдоль берега, размышляя о том, что же ему теперь делать. Его бывшие друзья обладали теперь громаднейшим преимуществом. У них была лодка. Эти пороги они не пройдут. На них не поможет даже сверхпрочный кевлар. Но что же что ждет их дальше? Плод без топора он может. Ха! Может. Не может он сделать плод. Как без топора-то? Пару часов свободного плавания и они все оторвутся от него уже навсегда. И всего вот пятьдесят каких-то метров пятьдесят метров разделяло Астахова и Золотова с его свитой в месте перетаскивания лодки. Семен даже слышал отчаянную ругань полковника тра-та-та-та-та и то, как в ответ огрызался финансист. Стараясь сохранить интервал, охотник следовал за ними. Место, где он жарил хариусов, Золотова не устроило. И слава Богу! Хотя поднявшаяся вода и постаралась замыть угли его костра, но следы его они еще могли обнаружить. А что-то не нравится мне вон тот пейзаж, а? сказал Золотов, показывая рукой вперед. Опять там что-то пенится, а? Не иначе как пороги. Сходи-ка, Степаныч, посмотри. Опять ноги ломать по этим камням. Тоже мне нашли мальчика на побегушках, пробурчал полковник. Не, ну ты видишь, у Павла нога болит. Сходи, ну не жлобся. С ворчанием тра-та-та-та-та, но артиллерий все-таки пошел. Вернулся он только через час. Золотов за это время успел даже вздремнуть на сонцепеке, прикрыв лицо своим армейским копи. А Паша сушил куртки, расстелив их прямо на горячих камнях. Поставив ружье и вытерев солбопот, Степаныч устало присел на камень и, посмотрев на солнце, сказал — 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 То ж надо то морозит, то печёт. Чёрт знает, что же погода. Про погоду мы и так без тебя всё знаем. Ты чё там разведал-то, а? Спросил зевотый Золотов, натягивая фуражку на голову. Впереди пороги, это точно. А вот дальше, чуть ниже, какая-то рыка. Больше нашей. Да ты что? Сразу же оживился финансист, аж подскакивая со своей упругой лежанки. Куда течёт? И тут Степаныч задумался. А потом как рубанёт ладонью куда-то в пространство, как прорезал. На запад. Ну что ж, пошли. Бог даст, всё-таки выйдем к людям. Лодку они сначала несли втроём. Но Паша очень явно хромал и выбивался из ритма. Степаныч, возьми за лодку сбоку, а? Паш, ты главное, ты главное сам иди. Но даже и налегке великан отставал. Золотов с беспокойством отметил, что его хромота явно усилилась. И на лице шофёра выступил нездоровый пот. Этого нам только ещё не хватало. С тревогой подумал финансист, привыкший, что его могучая нянька, как тот мул, всё тянет за всех. Как обозвал Пашу в своё время Астахов, могучая нянька, что он всегда в силе и готов защитить Золотова от кого угодно. В любую секунду. До места слияния двух рек они шли добрых два часа. Кроме Паши дело осложняла громоздкая лодка, выпустить из которой воздуха они так и не захотели. Пробираться по камням и скалам с такой неудобной ношей было совсем непросто. Ой, как непросто. И Золотов и Степаныч устали. Да и поругались за это время не раз и не два. Всё так же не упускающий их из виду Астахов удивлялся странной метаморфозой, происшедшей с былыми друзьями. Что-то у них всё-таки произошло. Золотов уже откровенно огрызался матом на недовольное ворчание своего телохранителя. И, наконец, полковник бросил свой край лодки и, осмотревшись по сторонам, говорит. Здесь можно сесть в лодку и поплыть. Дальше порогов не будет. А, смотри, какая гора! Прямо-таки голова орла! Золотов, больше занятый состоянием окончательно отставшего Паши, коротко глянул в сторону, куда показывал Степаныч и нехотя буркнул. Похоже. Астахов в это время так же посмотрел вперёд и аж обомлел после этого. Далеко, впереди, на горизонте, виднелся сточенный временем пик. Как говорили геологи, галец, со странным выступом, действительно напоминающим голову орла с плоским клювом. И он очень хорошо знал эти места. Потому что именно здесь, в этих краях, в своё время он проходил практику. По этой реке он спускался вниз по течению на плоте, со сломавшим ногу рабочим. Да, именно здесь всё происходило. Два дня плаванья, даже меньше. И они выйдут к людям. Рано, ещё рано. Надо их остановить. Но как? Пока Золотов и его люди отдыхали, геолог напряжённо думал о том, как бы их остановить. Надо было лишить их лодки. Но опять же, как? Так, прострелить борта? Она, конечно же, из кевлара. Но это всё-таки не бронежилет. И вряд ли устоит против ружейной пули. Но, есть одно но. У этой лодки было аж четыре независимых отсека. Аж четыре баллона. Значит, надо было потратить столько же патронов. А это как минимум минус четыре. Но дадут ли ему такую возможность полковник с его ружьём? Это ещё тот вопрос. Да и Паша с болтающимся на груди УЗИ. И Семён осмотрелся по сторонам, прикидывая, что получится, если он откроет сейчас стрельбу. Каменистый, открытый пейзаж не очень обрадовал его. А тем временем, отдохнувший Золотов и полковник, подойдя к невысокому метров пять обрыву, советовались, как им лучше спуститься вниз. И самое главное, как спустить лодку. «Но мы-то здесь слезем. А что с ней делать? Так сбросить, что ли?» Спросил Степаныч. «Ага, придумай, что же. Я скорее тебя сброшу, чем лодку. А вдруг она напорится? А вдруг на камень? А вдруг лопнет? Что мы тогда делать будем?» Золотов осмотрел обозреваемый с этой точки берег и недовольно поморщился. Ничего лучшего для спуска к реке природа здесь не создала. «Надо было все-таки ее сдуть», — вдруг высказался финансист. И он посмотрел на Пашу, но тот, сидя на камнях, был занят только своей распухающей ногой. «Слушай, а давай сейчас лэр отвяжем. Привяжем наши ремни. А?» И полковник мотнул головой в сторону самодельной стяжной упряжи. «И осторожненько, осторожненько, осторожненько опустим ее к реке». И Золотов прикинул высоту этого обрыва и довольно кивнул головой. «А идея? Слушай». «Ну вот, Степаныч, можешь, когда хочешь, а? Можешь же что-нибудь дельное придумать? Тебя только вот это отматерить надо хорошо, да? Угу. А дальше соображала в кого? Сама работает. Угу. Ты как без пряника, как без кнута. Угу. Да иди ты!» Отмахнулся только тот. В это время Астахов, обойдя своих попутчиков по дуге, карабкался вверх по склону. Скалы, нависающие над местом, выбранным Золотовым для спуска. Когда уже на вершине он осторожно выглянул вниз, полковники-финансист начали притворять свою идею в жизнь. Отрезав лейерную веревку и нарастив ее ремнями, оба они начали осторожно спускать зодиак вниз на небольшой пяточок наносного галечника. Лодка уже перевесилась вниз, когда Астахов понял, что ему делать. Он вскинул карабин, тщательнейшим образом прицелился, и выстрелил. В тоненькую веревку было очень трудно попасть, но массивный карабин, прицепленный к одной из проушин лодки, разледелся в дребезги. Получившая вдруг свободу лодка, вдруг ахнула с четырех метров, подпрыгнула, как мячик, почти на такую же высоту, развернулась в полете и плашмя всем своим днищем упала в реку, вызвав грандиозный взрыв-брызг. Полюбоваться этой картины до конца Семен так и не успел. Снизу тут же прогремела длинная очередь, и тонкий посвист пуль заставил охотника прижаться лицом к жесткому камню. Вверх, по вершине скалы, стрелял Паша. Золотов же и полковник, по инерции отлетевшие назад и упавшие на землю, повели себя по-разному. Полковник, вскочив на ноги, первым делом пару раз выстрелил туда же, куда садил свои пули Паша, хотя никого там и не видел. А затем, затем он замер с поднятым вверх ружьем и по волчьей оскалив зубы. Золотов же, не обращая внимания на пальбу, бросился к обрыву и долго стоял там, наблюдая за ровным и величественным плаванием своей лодки. А та, та не очень быстро, медленно-медленно, но неумолимо отдалялась от берега, платно разворачиваясь под воздействием течения и словно бы радуясь выпавшей на ее долю свободе. Золотов обернулся только лишь, когда лодка совсем скрылась за поворотом, и на глазах у него стояли слезы. Он все понимал. Глава тридцать пятая Пешкодралом Или, как я говорю, на одиннадцатом на Икарусе, на Пешкарусе Пешкодралом они назвали А у меня Пешкарусом Паш, я обойду эту горку с тылу Прикрой! Крикнул полковник и начал проверяться вдоль подножья скалы с опаской поглядывая наверх Вернулся он довольно скоро На немой вопрос хозяина с досадой ответил «Ушел, собака!» С той стороны склон более пологий Издалека я только его и увидел А он еще и рукой мне помахал, скотина! «А что там впереди?» Ровным, без эмоций, голосом спросил Золотов «А все то же самое!» «Сопки, скалы, тайга!» «Когда она уже, блин, закончится?» «Ну что ж, придется идти пешком» Все так же тихо, без никаких эмоций Сказал Золотов И полковнику этот тон «Очень не понравился» Финансист словно что-то решил Но ни ему, ни Паше Не говорил Да и вообще, в последнее время Миллионер стал каким-то совсем другим Как будто что-то поменялось Изменилось в нем И Степаныч не мог понять Что Но рассуждать было некогда И они не спеша двинулись вперед На запад Но быстро они идти не могли Даже если бы и захотели Паша, если и шел То морщись от боли И пришлось спускаться вниз В тайгу Там, где ландшафт был более удобен Для движения На первом же привале Паша своими могучими руками Выломал из-под леска Большую рогатину Приспособив ее как костыль Идти ему от этого Может и стало легче Но на скорости продвижения Ничуть не сказалось С костылем в таежных дебрях Тут сильно не разбежишься И вот к вечеру Выдохлись все И более всех Конечно же Паша И вот, когда выйдя На небольшую полянку У ручья Золотов скомандовал Привал Тот просто рухнул На землю без сил Финансист же огляделся И, кивнув головой, сказал Ну, пожалуй Здесь и заночуем Темнеет уже Смеркалось Вдвоем с полковником Они наломали еловых лап Соорудив не очень комфортабельное лежбище Спать они завалились С разными чувствами Но вернее всего Их выразил полковник Отты на тебе Ползем, как те черепаки Да еще неизвестно Черт знает куда А может здесь и до самого Урала Ни черта нету Ни одной из застранных деревеньки нема Помолчи И без тебя тошно Поморщился финансист Меня больше всего сейчас интересует Где наш друг Семен И что он сейчас замышляет И как он вообще нас нашел Я то думал, что мы давно От него уже оторвались Полковник что-то там хмыкнул А что удивляться Он у себя дома Это мы у него в гостях Он какой плод отгрохал И уже сказав эти слова Степаныч понял Что сболтнул лишнего И сразу же прикусил язык Но было уже поздно Золотов одним рывком сел Мах И сидит И обернувшись к лежавшему За массивной тушей Паше полковнику спросил Какой еще плод Ты где его видел Ну давай Колись Полкаш Раз уж болтнул уже А Нехотя Степаныч Все-таки начал рассказывать Проклиная собственную болтливость Но те выстрелы Когда я Василия Того Это я по нему стрелял По Семену А Ваську я только со скалы Столкнул Голову поднимаю А тут и этот на плоту Нарисовался Да и плод Смотрю такой Ладный Метра два шириной Длинный С веслом впереди Ну я естественно за ружье Начал стрелять А он как завороженный Ну не берут его пули И все Ага Прямо отскакивают от брони, да? Ехидно заметил Золотов Короче, ты и Семена не грохнул Угу И промолчал про это потом Расстрелять тебя мало Подполковник Толку от тебя, как от кастрированного козла И не трахает И молока не дает Одна только вонь от тебя Степаныч в этот раз Промолчал Да и Золотов Повернулся на бок Но немного спустя Все-таки Высказался еще раз Хоть бы сказал Про то, что охотник Объявился Мы бы на готове были Может и лодку Не упустили бы, а? Их ты! И тут Тут его неожиданно Прервал Паша Все это время Тот словно дремал А сейчас Рывком сел И как-то странно Начал вертеть головой По сторонам Ты че это, Паш? Удивленно спросил Золотов Машинально убивая Очередного комара Тот по-своему По-своему обычаю Замычал И начал как-то странно Жестикулировать Понять в этой ночной темноте Что хочет немой Было Совсем непросто Степаныч рассмотрел Только лишь Что шофер Показывает на свой нос Нос? Спросил он Что нос? Причем тут твой нос? Паша радостно Закивал головой И изобразил Еще несколько Странных движений Ему пришлось Повторить их Раз десять Пока они поняли В чем дело? Что, спички? Нет? Огонь? А-а-а! Дым? И Паша радостно Закивал головой И только лишь теперь Золотов и полковник Поняли В чем дело? Но сколько они Не принюхивались Ничего похожего Не учуяли Егорыч Ты что чуешь? Нет И я тоже нет Паш Может тебе это кажется, а? Ну, гигант Отчаянно Замотал головой И даже Замычал что-то Тыча пальцем Себе в нос А затем Куда-то В темноту Вообще-то Он может Учуять запах дыма Согласился Золотов Только что Это за дым? Деревени Поселка Здесь нет Значит Это Семен Сейчас Кайфует Там Около Костерочка Жирот Пойди Что-нибудь Заметил Степаныч Машинально Поглаживая себя По впалому Животу Сколько Мы уже тут? Три дня Ничего не ели Четыре Поправил Его финансист И Вспомнив Последнего Приготовленного Василием Тайменя Невольно Даже Сглотнул Слюну А у тебя Как? Сосет В животе? Спросил Полковник Но Золотов Только лишь Хохотнул На все Это Тоже Скажешь Сосет Грызет Уже Вовсю Скоро Дырка Будет Во сне Сегодня В Праге Обедал Только Во сне Че Только Там На столе Не было И икра И балыки И котлеты По-киевски Жареный Фазан Посредине Я проснулся И ничего Этого нет Только Полный Род Слюны Аж Вытекает Его Рассказ Снова Прервал Все Так же Сидевший В позе Будды Павел Присмотревшись К его Жестикуляции Золотов Понял Что Хотел Сказать Гигант Хочешь Пойти На запах И убить Семена А как Ты его В темноте Найдешь Спи Ладно Золотов Снова Повернулся На бок Плотнее Натянул Себе На голову Вместо Одеяло Куртку И вскоре Уснул Паша Жи Долго Еще Сидел Вертя Во все Стороны Головой Но Ветра Почти Не Было Легкое Перемещение Воздуха Приносило Запах Дыма Непонятно Откуда И Совсем Измучившись Он Со Вздохом Завалился Спать Да Ребята Завалили Спать На Голодный Желудок Вы Мне Писали В Комментариях Про Этого Тайменя Вы Даже Писали Что Пробовали Его Некоторые А Я Из Него Консервы Делал Смешно Конечно Смешно А я Откуда Знал Что Он Занесенный Там У вас В Красную Книгу Я Откуда Знал А вы Как Пробовали Если Он В Книге Вы Писали Что Где-то Там В А Ок 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 Вы Пишите Что Это Белое Мясо Я Даже Подумал Неужели Как Хек Хоки Но Только Вкуснее Да Нигде Не Продается Раз Запрещенная Рыба Ну Потому И Есть Вот Эта Элитная Рыбалка Что Это Очень Редко Попадает Такое Вообще В жизни Половить Вот Если Так Даже Взять Ближайший Таймень В Моей В моей Местности От Меня Ближайший Это Где Он Будет Вот Киев Если Взять Я Это Житомир Но Это Очень Близко Возле Киева Где У нас Тут Таймень Ближайший Белоруссия Карпаты Или Где Я Вот Так Размышляю Одесса Жемчужина У моря Может Туда Привозят На Склады Ага Куды На Склады Если Это Красная Книга Ну В общем Вот Так Вот Ну Не Может Быть Что Нельзя Попробовать Я Б Кусю Маленький Кусочек Такой Мисси Писи Такой Масси Пусенький Я Б Попробовал Ну Чтобы Как Надо Приготовлен По Таежному Так Вот Как Любят Соль Сахар Там Ну То есть Без Лишних Приправ Вот Как Вот Сварили Там Классическое Такое Скажем Классическое Рецепт Что Был Там Чуть Перчика Такого Вот Все По Минималке Чтобы Понять Вкус Вот Интересно Если Вот Вы Сказали Белое Мясо Жирное Вот У меня Сразу Хоки Хаки Хекки Вот Эти Ну А Как Ну Почему То А Может Быть Ну Что Тут Гадать Это Как Говорится Как В той Пословице Да Ты Мне Тут Не Рассказывай Лучше Покажи Один Раз И Я На Всю Жизнь Запомню Да Тут Вот Так И Здесь Лучше Дай Попробовать И Я Тебе Точно Скажу Да Я Все Так Думаю Что Он Очень Похож Вкус На Лосося Вот Я Так Думаю Я Так Представляю Что Он Как Лосось Ну Да Только Белый Лосось Ну Может Чуть Чуть Жирнее Вот Что То Так Думаю А Кто Из Вас Пробовал Расскажите В комментариях Мне Дюже Интересно Ну Просто Хочу Хочу Сказать В большинстве Случаях Всегда Вот Когда Что Не Пробуешь Ты Думаешь Что О Ой 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 Что Так Вах Вах Но Вот У Меня Всегда Так Практически Всегда Когда Ты Что Это Попробуешь Ну Конечно Да Ты Будешь Говорить Что Это Что Такое Вах Вах Ам Ням Но На Сам Дель Ты Скажешь Ну Ну Да Похоже Там Чуть Чуть На Это На То Ну Что В это Сказать Прям Вообще Вах И Каждый День Его Есть Это Наверное Вряд Ли Это Я Просто Помню Потому же Пармиджано Ориджано В Италии Что-то Там Это Как Обычные Наши Я Разницы Не почувствовал Просто Я По Своему Опыту Говорю Чувствуется Да Вот Действительно Чувствуется Когда Что Это Что-то Такое Особенное Вот Это Ощущение Есть Было Ну Так Чтобы Сказать Что-то Такое Прям Вообще Вах Вах И Ты Хотел Бы Вот Это Каждый День И Оно Тебе Не Надоело И Еще Вот Когда Ты Ощущаешь Кислый Потом Сладкий Вкус Или Сладкий Потом С горячим Вот Такое Вот Только Тогда Я Получаю Удовольствие И Вот Здесь Например Этого Тайменя Взять Например С картошечкой В пюрешку Да С пюрешкой Вот так Кусочек Чтобы Оно Было Вкусное Да Вот Это Попробовать И Было Амням Кстати Ребята Вы Мне Прислали Тут Посылку У С Нью-Йорка Светлана Спасибо Я Вот Это Вспомнил Там У меня Еще Осталось Это Консерва Лосося Я Вот Это Я Возьму С картошечкой И Попробую И Буду Думать Что Вот Кусок Тайменя А Что Делать А Что Гадать Мне Интересно Попробовать Что Вот Это Вот Оно Такое Это Попробовать Может Вообще Человек Который В тайге Живет Я понимаю Охотник И Только Там По-другому Уж Никак Ты Не Зайдешь Даже В ресторан И скажешь Вот Тайменя Хочу Такого Нельзя Если Можно То Это Запрошено Я Так Понимаю Я Сам Себя Смеялся Вы Писали Красную Книгу Занесен Коляныч А ты Тут Консерву Хочешь Из Тайменя Ну Да Я Ж Не Жал Что Занесен В Книгу Я Хочу Да Я Хочу Его Попробовать И Причем Наверное Так Практически Каждый Из Вас Хотелось Просто Попробовать Не Говорю Там Это Неужели Нельзя Так Да Ничего Поедем В тайгу Будем Пробовать А на Сегодня Ребята Что А на Сегодня Все Ставьте Ваши Нравлица И Не Забывайте Делиться Нашими Рассказами Это Очень Помогает Для Развития Нашего Канала Ребята На Сегодня Спокойной Ночи Лезьте В Холодильники Доставайте Ваши Таймени И Лягайте Спать Спокойной Ночи Малыши Вот Так Вот Споки Ноки На Сегодня Ребята Услышимся Уже Завтра Как Обычно В Семнадцать Ого А на Сегодня Что А на Сегодня Все Пока Два Вот Так Вот Продолжение следует...